МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. Новостях Волгограда и области. Строительство нулевой продольной магистрали преодолело экватор. Кубернатор Волгоградской области отметил, что все идет по плану. Рабочая неделя прошла без пяти сотен маршруток. Транспортного коллапса не случилось, но городской власти есть над чем поработать. Аллея России прирастает деревьями. А в дальнейшем и камерами видеонаблюдения за всем, что посадят и установят, будут следить. Строительство нулевой ракадной дороги в Волгограде перешагнуло экватор. На сегодняшний день степень готовности объекта, входящего в программу подготовки города к Чемпионату мира по футболу, составляет 56%. Протяженность дороги от улицы Калинина до улицы Химической – 3,5 километра. Здесь уже начались работы по укладке асфальта. Сегодня можно сказать, что дорога есть уже, дорога будет. И самое главное, что в те сроки, которые мы устанавливали, все реализуется. Стоимость работ по строительству четырехполосной дороги – около 2 миллиардов рублей. Все должно быть готово к концу года. Проектом предусмотрено также строительство дождевой канализации закрытого типа, пешеходных тротуаров, велодорожек, остановочных пунктов и зон парковки. Завершается первая неделя действия в Волгограде первого этапа отмены части маршрутов. Исчезновение с улиц пяти сотен газелей к транспортному коллапсу не привело. Хотя не обошлось без жалоб волгоградцев на те или иные трудности. Недоработки городским властям приходится исправлять в процессе. В режиме реального времени все это отслеживается. Где необходимые автобусы добавляются, транспортные потоки корректируются. Средняя скорость движения муниципального транспорта увеличилась и увеличилась значительно. Наконец-то автобусы и троллейбусы смогут спокойно подъезжать к остановкам, потому что там нет хаотичного движения маршруток, которые останавливались в первом-втором ряду. То есть люди спокойно теперь могут идти по тротуару. Как городские власти реагируют на замечания волгоградцев? Какие отмененные маршрутки вернули на линии? И не забудут ли чиновники про отдаленные поселки? Об этом в итоговой информационной программе «Взгляд с высоты в воскресенье». 352 дерева различных разновидностей украсят парковую зону Аллея России у подножия Мамаева кургана. Сегодня готовые подросшие клёны, доставленные из питомников центральной полосы страны, начали высаживать с учетом агротехнических требований. При этом специалисты рассчитывают, что эксперимент с адаптацией так называемых саженцев крупномеров в условиях полупустынного климата Волгограда будет удачным. Проект сам, он предусмотрел что? Он предусмотрел полив и уходы, в том числе минеральное питание. Всё в проекте написано здорово, с научной точки зрения у меня претензий нет. Они используют и работы наших сотрудников. Но как покажет жизнь? Какое лето будет? Как засуха будет? И будет ли засуха? Понимаете? Поэтому стопроцентной гарантией, что это всё приживётся, я не могу дать. По задумке, основная ось Аллеи России будет состоять из 85 серебристых клёнов по числу регионов страны. Помимо нескольких разновидностей клёнов, в парке высадят сосны, ели, берёзы, лиственницы, рябины, а также саженцы черёмухи, бересклеты европейского и калины. Сегодня же площадку Аллеи России посетили представители руководства области и города. В свете того, что в будущем парк будет притягательным для широких слоёв населения, решено установить на территории камеры видеонаблюдения. Саму Аллею откроют 9 мая этого года. В дальнейшем благоустройство за счёт внебюджетных источников должно охватить всю огромную территорию парковой зоны с юго-восточной стороны Мамаева-Кургана. На этом всё. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова